Еврозона Нет, нет, но коллеги послали запрос на интервью. У нас же время какое в Европе. Вот эти минстримовские издания, которые делают вид, что они с претензией на какую-то объективность, занимающуюся пропагандой, они же альтернативную точку зрения не дают. Альтернативно это интернет. А ты интернет изданию какому-нибудь дашь, интервью, потом бах, контрразведка уже пишет, что ты дал интервью, и люди действительно боятся. Поэтому карт не раскрываю, но запрос на интервью, конечно же, послали коллеги. И мы так делаем, что мы сбрасываемся вопросами. И я не открою большого секрета, просто не открою. Вы иногда читаете интервью, или слышите об этом интервью, или цитируется интервью, и стоит, что там разговор провел, и стоит имя, фамилия. Это выдуманное. Это такой творческий псевдоним, за которым стоит группа журналистов, зачастую, которые скидываются вопросами, связями, возможностями, а другого выхода нет. Как-то выживать надо в этом мире, который контролирует гестапо. Ой, я сказал гестапо, да, да, политическая гестапо, государственная тайная полиция, да, во многих странах присутствует. Вот. Ну, давайте назад к Пучдимону. И розыск того Пучдимона еще раз. Власти Испании инкриминируют ему неполитическую деятельность. Даже Интерпол, вот если заявление о содействии идет через Интерпол, Интерпол не занимается политическими делами, но занимается уголовными. Одно дело мошенника Плута, который украл государственную казну, вывезти на чистую воду, совсем другого политически преследуемого. И является ли Пучдимон действительно политическим преследуемым? Абсолютно, да. Является ли он лидером сепаратистов? Абсолютно, да. Попробовал ли он работать в контексте ООН, связанных с народами и самоопределением? Попробовал. Но у Запада есть только одно место, где функционирует самоопределение ООН. Это Косово. Все остальное, самоопределение, народы не имеют права. Донбасс не имел права самоопределяться. И самоопределение по принципу нам не дают на нашем родном языке учиться. Нас действительно насилуют в этом смысле слова. Это не будет учтено, если это невыгодно. Ой, я скажу это слово америкосам. И где-то там британцам. Так вот, Пучдимон представляет большую опасность. И, конечно же, Испания, которую умудрилась Украине поставить и оружие, и подыгрывает полностью Испания. Это абсолютно мейнстримовская евространа. Мейнстримовская. Есть только один момент, когда Испания займется собой. Это возвращение в игру сепаратистов совсем на другом уровне. И разговор о том, чтобы Каталония осталась больше автономной, чтобы меньше денег уходило в Барселону, чтобы ленивые северяне работали. Хотя это неправда. Я не могу сказать, что северяне ленивые. Это абсолютно неправда. То, что Каталония богатая, это еще не значит, что север ленивый. И вот здесь вот Пучдимон, на самом деле, он является символом нелегального действия внутри европейского раздора. Потому что, действительно, с точки зрения испанских властей, они не понимают, почему его еще не выдали. И вот кто бы мог в Европе объединить какую-то ось сепаратистов? Только Пучдимон. Безумно против этого в Бельгии, там фламандцев, там есть такие националисты, вы себе представить не можете. Я бы сказал так, они современные фашисты. Италия. Италия. Поверьте, в Италии не только, там часто говорят о том, что самые большие националисты французы, корсиканцы, еще и сицилийцы. Которые вообще не понимают, что они делают в составе Италии. Но дело в том, что самый большой сепаратизм, это Северная Италия, которая намного богаче Южной Италии, где сконцентрировано основное производство. Они точно так же, вот прям берешь их риторику, один к одному накладывается. Это ленивый юг, они ничего не хотят делать, они не умеют ничего делать. Слово «ленивый» постоянно звучит. И Север Италии неоднократно поднимал вопрос. Там есть сепаратисты, которые говорят, а зачем мы должны кормить-то этот вот ленивый юг. И сепаратизм то возникает, то уходит, то возникает, то уходит. На этом сепаратизмы на национальном уровне популисты всегда выигрывают. И Джорджа Мелани, она не является исключением из этого. То есть всегда заигрывают с сепаратистами. В Италии они есть, во Франции они есть. В Испании они есть, но у них нет общего лидера. И в этом отношении их не поддержит, конечно, Бавария, которую я сегодня вспомнил. Их не поддержит никто в Чехии, их не поддержит никто в Польше. Это непосредственно Западная Европа, Западная-Западная Европа, в которой идет абсолютно узкий разговор о том, что с точки зрения налогоблажения и автономии не существует на сегодняшний день той демократии, которой хочется. Я эти разговоры, между прочим, косвенно могу дать подтверждение. Они идут в Чехасе, они идут в Калифорнии. Что мы зарабатываем огромное количество денег. Калифорния вообще там болтается все время между пятой и седьмой экономикой мира. Это не значит, что если Калифорния выйдет и вернется в родную гавань. Калифорнию, мне кажется, русские открыли. Что вдруг она так и останется с пятой или седьмой экономикой, и Каталония превратится там в ведущую экономику Европы. Да нет, убегут, разбегутся, потому что будут ограничительные меры. Но поговорить об этом можно, поговорить об этом хочется. И на волне этого сепаратизма возникает антиправительственное движение. Появляются заговорщики. И Пучдимон является ярко выраженным центром заговорщиков именно богатых регионов западной в квадрате Европе. И вот эти заговорщики богатых регионов, они смотрят на Пучдимона, и у них постоянный вопрос, а что так можно было? И Пучдимон, конечно же, сознательно пошел на эту провокацию, выступив на митинге. Одно дело, когда сотни тысяч людей на улице, совсем другое дело, когда у тебя там пять-шесть тысяч, десять тысяч. И вот здесь вот разговор о том, что амнистия должна дотронуться, в принципе, до Пучдимона, это значит вернуть сильную политическую фигуру, которая сковырнет, конечно, действующего премьер-министра в Испании тем или иным способом. Иным это значит, что они выйдут из коалиции. Обещанная амнистия была, но она какая-то странная. Там Верховный суд Испании сказал, что нет, эта амнистия не распространяется на таких, как Пучдимон, у него конфликт с Верховным судом, там продолжается дальше судебное разбирательство, но протокол имеет место быть, а в протоколе, понятное дело, его должны задержать. И давайте так, сепаратисты это не только те, кто урны для голосования готовит, сепаратисты это еще, если вспомним Белфест, Ирландию, то сепаратисты зачастую это еще и боевые звенья. И вот здесь вот ярко выражено кое-что произошло в Испании, почему мне это интересно. Кроме того, что он из Экзиля приехал тайком, началось все с того, что на границе были облавы. Значит, Шенгенская зона, когда-то это было во времена ковида, это на полном серьезе. Представьте себе, сидит немецкий полицейский в засаде, точно в такой же засаде сидит австрийский полицейский и смотрит в бинокль. Единственное, на что он смотрит, у него нет внутри счетчика секундомера, и он знает между этими деревьями 100 метров, поэтому если ты проехал меньше, чем за 3 секунды, значит, ты нарушаешь скоростной режим. Нет. Они смотрели на номера. И во время пандемии были введены ограничения по передвижению. Если номера не соответствовали региону, в котором ты живешь, а чужие номера, они передавали по рации, останавливали, потому что ты должен был собержать вот этот вот карантиновый режим. И вроде как Шенген, а вроде бы как в засадах полиция. Так вот в Испании засады, когда стало известно, что Пучдимон приедет, Испания превратилась в сплошную засаду. Просто сплошную. Со всей Францией. И полиция, пограничники действительно сидели, очевидцев много, рассказывают, как смотрели в бинокль. И выглядывали только одно. Выглядывали либо машины, в которых не видно, кто сидит на заднем сиденье, либо непосредственно лицо Пучдимона. В поездах облавы шли. Заходила полиция, и вроде бы как контролер шел, на самом деле они искали Пучдимона. То есть такая сильнейшая облава была, которая не свойственна вообще в Европе. Вот зачем такую облаву делать? При том, что Пучдимон сегодня 100 тысяч людей на улице не вытащит, и не будет никакой сегодня каталонской революции. Но тем не менее. Дальше. Как-то просочившись через пограничников, через полицейских, через электрички поезда, никто не знает, как он появляется уже непосредственно на митинге в Барселоне. Значит, и все знают, что он там появится. Поэтому испанская разведка, поэтому испанская полиция, присутствует прокуратура, присутствуют первые лица полиции и разведки. И все они ждут, выглядят, вы себе представить не можете. То есть на сегодняшний день это не только бинокль. Это еще, конечно же, цифровые средства наблюдения, камеры. Вам кажется, что вы просто идете по городу? Да нет. Идет человек с камерой, которая вмонтирована у него. У кого-то на голове, у кого-то в виде большой броши. И специальная компьютерная программа обрабатывает все лица, которые видят. И там только одно лицо, которое нужно найти. Пучдимон. То есть там брошены были все силы на Пучдимон. Они знали, что он приедет. И в этот момент Пучдимон ба-бах и выходит действительно и начинает митинговать. Он выступает перед своими единомышленниками. И повестка Пучдимона, на самом деле, я считаю, в данном случае, она была ограничена именно его заигрыванием с правосудием Испании. Где он в конфликте с судом, который считает, что его все еще нужно арестовать, и амнистия к нему не подходит. Он говорит, что это продажные судьи. И, молодец, Пучдимон, давай, давай, топи эту демократию. Эту монархию, в которой обвиняют взятки короля Хуана Карлоса V за то, что он взял взятку, чтобы испанские железные дороги получили подряд в Катаре. Потом выяснилось, что это была не взятка. Выяснилось, что 80 миллионов долларов это всего лишь подарок его спутнице жизни, которая официально не является его женой, а она графиня немецкая. И за долгие годы дружбы Катар подарил 80 миллионов долларов. Она же, как хороший друг, взяла их и перевела испанскому королю. А они говорят, это коррупция. Да нет, это нормальная взятка, он же король. Что вы ему придумаете какие-то ограничения? Это все нормально, это Испания, я вас умоляю. И вот Пучдимон выступает очень мягко, он не хочет конфликтовать. И поступает сигнал непосредственно уже в полицию, что буквально в двухстах метрах выступает Пучдимон. Как? Он же должен был сюда прийти. Вот мы сидим, его ждем. У нас облава. Вот полиция, мы его готовы арестовать. И бросаются прям в толпу. То есть приказ поступил. Понятно, что в толпе были спецслужбы, которые себя не раскрывают. А тут они себя начинают раскрывать, начинают проталкиваться. И пробуют добраться к Пучдимону. Вот он, наручники можно на руку надеть. И в этот момент толпа настолько сильно сжимается, что полиция просто не может пройти через них. То есть они пропустили нас, а толпа не пропускает. То есть солидарность единомышленников, единства в этот момент сепаратистов, тех приверженцев действительно идея выхода Каталонии из состава монархии настолько сильно. И они знали, что это будет. Меня подавило просто осознание того, как быстро исчезли все эти видео из соцсетей. И просто в секунду все это исчезло. То есть зачистка такая, максимально медийная, чтобы никто не подумал, что там такая максимальная поддержка у Пучдимона. Еще какая у него поддержка. И когда уже полиция пробовала проткнуться вот через толпу, а толпа просто вот плечик как плечику стоит, и они вроде как протыкаются, но как-то очень плохо у них это все получается. Пучдимон договаривает до конца, он не скомкал свою речь. Он договаривает до конца, хотя может, кто его знает. Он такой оратор, что мог бы часами говорить. И в этот момент его толпа начинает куда-то везти. И заблокирована полностью улица. Это говорит о том, что все-таки понятно, почему испанская контрразведка боится. Потому что это заговорчики в прямом смысле слова. Я говорю, что эти заговорчики, они распространяются на многие территории. Это и Италия, они очень сильны с Италией. Это частично Франция, которая подумывает о некоторых вещах. И представляете Испанию, которая рассыпется на четыре части. Прекрасные новости, сказали бы и сепаратисты. Тогда точно оружие они будут поставлять. Они будут заниматься внутренними проблемами. Комбинации какой-то Илью поставили. Опять же, там имена такие у них. Санчо, Педрос, Хуанас. Фамилия Илья у него. Социалист, который не сепаратист, возглавляет сейчас в Каталонии правительство. Он категорически против сепаратизма. Как он к власти пришел, я понятия не имею. То есть, это заговор уже власти. Это уже какая-то контригра. Это фигура подставная, как для меня. Но очень близкая премьер-министру Испании. Толпа смогла увести Пуч Димона. И он назад тем же маршрутом. Вполне возможно, что частным самолетом, частным вертолетом, частной подводной лодкой, частным подземным трамваем. Я не знаю как. Но опять же, вся граница была перекрыта. Его искали. Это была такая огромнейшая облава в Испании. Размеры этой облавы еще сегодня так осознать тяжело. Это впервые в Испании такое, в послевоенный период. И он просачивается и уже снова у себя в Атерлоу, в Бельгии. И говорит, что он, конечно же, хотел дословно появиться в парламенте, чтобы присутствовать на инаугурации главы исполнительной власти Каталонии. И иметь возможность воспользоваться своим правом говорить. Не знаю. Наверное, скоро нужно ждать либо договоренной сдачи Пуч Димона. И он должен сдать все сепаратистское движение. Он просто его должен сдать. Он должен отдать, отказаться. И это будет арест по договоренности. Ну, на пару часов зашел и вышел. То есть, только бюрократическое оформление документов. И, конечно же, Пуч Димон сегодня является человеком, который громко говорит о репрессиях. И, вы понимаете, при таком количестве заговорщиков можно точно положиться на этих людей. Потому что они знают, как помогать своим. А вот здесь, понимаете, уже сговор совсем другого уровня. Появление нового вида политической деятельности, которые заговорщики в Европе... Дорогие радиослушатели, вы себе представить не можете, какое количество людей шушукается. Вот именно в ухо тихонько друг другу говорят. Это шепот, очень громкий шепот. И он везде. Он во Франции, он в Германии, он в Австрии, он в Италии. И он везде. Потому что всех пугают Россией. А получается, что внутренние проблемы затмеваются совсем другой повесткой. Вот и в новостях вы уже слышали сегодня о том, что министр финансов... Это однопартия, это Штрак Циммерман. Который пробует рассказать о том, что там равновесие, американские ракеты. Да кто его спрашивал? Кто его спрашивал? Это сейчас цитатник для того, чтобы работать с народом. Это и есть пропаганда. Не больше, не меньше. Там не было никаких дискуссий публичных по этому поводу. И в Бундестаге дискуссий никаких не было. Потому что их никто не спрашивает. И когда начинает там очередной министр финансов что-то говорить, другие люди чувствуют себя заговорщиками. И они понимают, что если они публично выступят, либо их должно быть очень много, чтобы с ними начали считаться, либо они должны приедут к каким-то заговорщикам. А вот здесь очень просто. Если у вас в срочном порядке, вы считаете, что на вас давят, и вам нужно где-то укрыться, получить политическое убежище, я как минимум знаю одну точку точно. В Атерлоу офис, там известное место, улица, есть фотографии офиса, где это стоит. Офис Пучдимона. Обращайтесь к нему, он договорится. Он договорится, потому что это единственный сегодня, крупнейший среди заговорщиков рупор, который говорит постоянно о политических репрессиях в Евросоюзе. Ему поэтому не дают громко микрофон давать. Может ли ситуация выйти из-под контроля испанских властей? Вы знаете, я не вижу, если честно, этого. Я не вижу. Это интересно все, вот с точки зрения там полицейской облавы, это детективная история, все, как он просачивался, единомышленники, это подполье настоящее. Я не вижу. Почему? Потому что основной костяк Пучдимона, все те, кто прошли через репрессию, получили 40 по 15 лет, отсидели по 6, кто 7, и кого-то амнистировали, кого-то нет. Многие вышли из игры. Многие вышли за оружие, они браться не хотят. Это было их условие, а референдум – это честный подход. И референдум же показал, что они хотят выйти. Большинство проголосовало за выход. Просто референдум признан незнакомым, и деньги потрачены на референдум. Пучдимона говорят, что он потратил их на себя лично. То есть это его каприз был провести референдум. Я не вижу в этом отношении ничего, кроме одного. Знаете чего? Это очередное бегство бизнеса из Каталонии. То есть если народ в Барселоне вводит, что перестаньте туристов сюда возить, когда началась вот эта заварушка с сепаратистами, и банки первые побежали из Каталонии, и представители страховых крупных компаний, хедж-фондов, вот они просто побежали. То получается, существуют определенные оазисы, где очень хорошо себя чувствуют богатые мира сего, и такие, как Пучдимон, не дают им этой уверенности. Как быть политиками, которые, рассуждая на определенные темы, обязательно должны задеть вопрос, не имея поддержки. Партия свободных демократов в Германии, она борется за свое существование вообще в Бундестаге. Это партия богатых. Вот с точки зрения, опять же, политискусства, политтехнологий, очень интересно было наблюдать. Представьте себе, партия, которая заранее обслуживает только интересы богатых. Но есть богатые люди на планете, и в любом государстве. И вот есть партия, которая специализируется точечно. Мы будем бороться за ваши права. Потому что, если придет большинство, вполне возможно, изменится система налогообложения, изменится закон о количестве гектаров в одни руки. Ну, все что угодно может измениться. И вот здесь вот богатые, они же финансируют зачастую. Бедные выбирают, но партию-то профинансировал богатый. Я помню одну историю, когда, скажем так, местечковый олигарх в Германии сказал, «Знаете что, мне настолько все равно, кто там победит у вас. Я вот содержу стадион, на котором играет наша команда, и содержу школу футбольную, куда ходят практически все дети нашего маленького городка. Вот если вы будете мне колеса вставлять, я просто уеду отсюда, не буду больше этого финансировать. Палки в колеса не вставляйте мне. А то там решили, что с этой стороны заезжать нельзя. Там лес, здесь еще что-то». Он просто это сказал. Там такое началось в этом маленьком городишке. На перегонки лезли, чтобы доказать ему, что да, ты прав. И как раз зеленые плохие, хорошие социал-демократы. Тут выяснилось, что христианские демократы еще лучше, а там свободные демократы. Так вот, свободные демократы. И вообще это нужно понимать, для того, чтобы знать, что такое вот та же Штракт-Циммерман, выходят свободных демократов. Абсолютная лоббистка, абсолютная русофобка, абсолютная разжигательница войны, которая сегодня делает все то же самое, уже не в Бундестаге, как глава Комитета по обороне, а в Европарламенте, как глава Комитета по обороне. И вот по сговору, по коалиционному договору, существует это между социал-демократами партия Шольца, которая минимально за долгие годы еще никогда не имела таких показателей отрицательных с точки зрения поддержки электората. «Зеленые», которые далеко не на первом месте, на четвертом месте по присутствию в Бундестаге, и их рейтинги тоже стремительно падают, при этом зачастую «зеленых» обвиняют, есть такое понятие «зеленый фашизм», это значит только принятие их идеологии, что они наносят ущерб экономике Германии, и есть партия богатых, которая тоже входит в эту коалицию. Партия богатых, вот самое смешное, что они могли сделать, понимая, что их рейтинги совсем грохнулись, что богатые деньги дают другим партиям, и этим не обязательно давать, и точечное присутствие там лоббистов, которые профинансируют обязательно эту партию, «Райан Металл» будет финансировать, вот поверьте, тут даже не надо быть особой глубины каким-то журналистам или аналитикам, чтобы понимать, что «Райан Металл» будет финансировать эту партию. И они выставили на предвыборную молодого парня, который с утра до ночи, это была, я считаю, оплаченная, хорошо проплаченная пиар-компания, рассказывал, что он совсем не с богатой семьей, он совсем не учился в элитном колледже, у него мама уборщица, папа иногда безработный, но он считает, что свободные демократы, и я его поддерживаю, что свободные демократы ему дадут будущее, потому что он просочится в партию и будет лизать того, кто ему скажет, кого облизывать. И это тоже повергло всю эту технологию немного вниз, потому что богатые не будут голосовать за такую откровенную, бессоременную, грубую, наглую предвыборную кампанию, в которой пробуют заигрывать с другим лекторатом. Но это глупо, действительно, но тем не менее, это просто интересность ради интересности. И яркий представитель – это Кристиан Линдер. Он очень яркий, это министр финансов. Внешне дорого одет, белая дорогая рубашка. Почему я так говорю? Потому что минимально он за свою лекцию брал, это было еще до того, как он стал министром финансов, он возглавляет партию свободных демократов, это лицо партии, и он брал минимально за свою лекцию 25 тысяч евро. То есть он приезжал, два часа читал лекцию, вы могли с ним потом немножко пообщаться. Тариф всегда рейдер 25 тысяч евро. Количество лекций в месяц не ограничено. То есть это одна лекция, 25 тысяч евро. Это у него такой тариф был. И понятно, где он выступает, и понятно, те посиделки, совета директоров определенных организаций, они четко проплачивали технологию для того, чтобы именно этот человек, пообщавшись с ними, и они знали, что если вдруг в коалицию войдут свободные демократы, у них будет свой министр финансов. Это правда. Это так и есть. В этой же партии тоже нужно сказать, есть вице-президент Бундестага Кубики, который говорит, что министр МВД должна уйти в отставку. Я считаю, что Компакт-скандал, об этом я рассказывал, закрытие журнала Компакт как организации, без единого следственного мероприятия, без единого уголовного мероприятия. То есть Следственный комитет ни разу не возбуждал за их деятельность ничего. А потом по доносу как бы в контрразведку за ними стали наблюдать, а потом по резюме контрразведки их просто взяли и закрыли. Журнал закрыли. Но если они действительно сделали что-то антиконституционное, возбудите уголовное дело. Они просто взяли и закрыли. И Кубики выступают за то, чтобы сняли социалистку министра внутренних дел. Это у них такой, знаете, банка, в ней пауки. И в этих пауках один лоббирует Райан Металл, другой против министра внутренних дел. А третий, и непосредственно мы о нем очень редко говорим, Кристиан Линднер, он олицетворяет на сегодняшний день удачного политика, который полностью ставленник, скажем так, совместных центров совета директоров. Различных структур, различных сил. И он прекрасно знает, и он органически, органолептически, морально-политически он не может найти с зелеными общий язык. То есть сейчас там большие призывы. Бэрбок, чтобы ушла в отставку из-за визового скандала. Я не думаю, что она уйдет в отставку. Оппозиция не сможет этого добиться. Но дело в том, что министр финансов, лидер свободных демократов, Кристиан Линднер, человек, который понимает, насколько ущербна идеология зеленых для экономики Германии. И тогда превращается министр финансов в определенную, я бы сказал, переправу. Переправу так, чтобы очень комфортно большой бизнес смог уйти из Германии. Его функционал не чтобы остался, не чтобы налоги собрать, не чтобы переосмыслить налогообложение, а чтобы комфортно произошел переход от разрушительных действий зеленых. Я цитирую сейчас, я цитирую, начиная от не только оппозиции, но, например, глава биржи то же самое говорил, что это катастрофа, то, что делают зеленые, и это внутренний конфликт внутри правительства Германии. И вот летняя пауза. Многие в отпусках, многие вернулись из отпуска. Вот-вот запустится Бундестаг. Паузу используют министр обороны Германии, используют канцлер Германии, используют министр финансов Германии, министр иностранных дел Германии. В такой свободной атмосфере дают длинные интервью. Но политическая повестка скудная, и они вот пиарятся. Это такое, как бы, неписанное правило, которое всегда присутствует. Где-то там на подмостках оппозиция будет тоже присутствовать. И вот он говорит, Германия уже много лет находится в пределах достигаемости российских ракет с ядерным зарядом. Поэтому для нас крайне важно установить баланс сдерживания. Значит, Германия еще в советские времена находилась в досягаемости, особенно западная Германия, советских ядерных сил. И я могу сказать, что восточная Германия находилась точно так же в радиусе действия американских ядерных сил, которые готовы были в любом случае применить ядерное оружие. А у американцев опыт есть, как применять его против безядерных держав. Но почему важен так Кристиан Линднер с этим заявлением? Ведь мейстрим сейчас полностью все это говорит. И я вам скажу простую вещь. Дело в том, что некоторое время назад, когда все понимали, что Байден выходит из гонки, очень неудачно выходит из гонки президентской, то в Европе появилась определенная методичка. Методичка это очень грубо выразился, но практически в каждой партии, я говорю сейчас максимально о всем Евросоюзе, о всех странах, которые несут на себе какую-то внешнеполитическую деятельность, притом так активно. Мы говорим чаще всего о крупных экономических державах, Франции, Германии, об агрессивных, Польше. Но во всех странах, во всех партиях, которые играют какую-то роль, тех, кто в правительственных коалициях, появилась задача, а также она появилась во всех МИДах. В срочном порядке найти контакт с командой Трампа. Дипломатический. Пообщайтесь с губернатором, который может стать в команде Трампа вице-президентом. Ищите контакт, узнавайте информацию, просто поезжайте, пообщайтесь. Нам нужно знать, что нам ожидать. И свободные демократы не являются исключением. Свободные демократы тоже начали искать усиленно пути доступа к Трампу. Известно о том, кто уезжал, с кем разговаривали, с какими конгрессменами, с какими сенаторами, как выстраиваются вообще эти разговоры. Это все за кулисье. Но страх европейцев, он ярко выражен был. Он ярко выражен, потому что, когда Трамп первый сезон был в Белом доме, европейская политика официально и публично ссылалась к тому, что надо это лихо переждать. А потом уже будет все как всегда. А тут это лихо может вернуться. И европейцы в своей минстримовской, колониально зависимой, вассаловской политике, конечно же от США, зачастую должны четко понимать, куда идет веяние. А ведь протекционизм, который Трамп вел, он ударил в первую очередь по крупным концернам в Европе. А начал я с того, что Христиан Линн, что он вообще-то представитель партии богатых. Именно обслуживает интересы именно партии богатых, если такая существует. То есть, если есть Ротшильды, значит, будем интересы Ротшильдов. Если собралось собрание Коммерцбанка, мерзопакостнейшие организации, напоминаю еще раз, уж коль я их вспомнил, дорогие радиослушатели, люди, которые имеют отношение к политике. Коммерцбанк – это организация, которая лишает граждан России возможности иметь счета просто по беспределу, просто потому, что им хочется. Но если вы не гражданин России, например, а у вас супруга гражданка России или супруг, то они тоже лишат вас возможности иметь счета. Если у вас партнер, гражданин России, или был таковой, то вы тоже получите уведомление о том, что вам закрыли счет. Итого, Коммерцбанк – организация, которая ведет деятельность, которая очень напоминает реализацию отношения нацистской Германии к евреям, которым нельзя было многие вещи делать. Для меня это реализация 2.0, и Коммерцбанк является флагманом этой реализации. И в этом флагманстве я хочу, чтобы память осталась, что Коммерцбанк там через пару лет не вернется так просто, и скажет, да, мы здесь снова, у нас там есть какие-то активы. Нет, к черту. Это современный нацизм, в котором русских дискриминируют полностью. Коммерцбанк является лидером. Уж, коль я вспомнил, надо я об этом говорить. И Линднер, конечно же, возглавил одно из движений, которое было направлено из Германии на то, чтобы дипломатическое внимание обращать на США, независимо от результатов. Вы понимаете, независимо от результатов, это надо с Трампом резко задружиться. И вот здесь, как лоббист сильных мира сего, на самом деле, свободные демократы, их недооценивать нельзя. Вроде бы, как партия чуть-чуть, и вот вылетит из Бундестага, но они просто откровенно лоббируют интересы. И когда Линднер ищет связи и выступает там официально, что вот мы должны, потом все его вот эти выступления, они все фиксируются, там есть определенный вектор. Нам разницы нету, кто мы должны найти пути. Считайте, что он ищет путь по заказу от какой-то крупной акционерной компании, которая заинтересована в том, чтобы печенечки-то Трамп, когда раздавать будет, чтобы вот их компания, например, получила печенечку, а не кнут. Это очень важно. И вот это точечное разделение, кто на перегонки побежал к Трампу, сейчас с карис все переигрывается, начинают опять отматывать. Нет, нет, мы просто интересовались. Нам с любой Америкой надо жить. Смысл-то? Европу наедине с Украиной оставляют. И наедине с войной. И этот балласт на Европу. Как бы там кто старое, вчера я рассказывал, старое вооружение не сливал. Пришло время, когда уже дают не совсем старое, а дают уже современное оружие. И в этом отношении существуют определенные партийные связи. Свободные демократы есть практически в каждой стране. И вот когда я говорю, что есть ось правых сил, есть ось левых сил, есть еще ось представителей вот этих акционерных обществ в политике. Они, конечно, стараются финансировать все партии, чтобы со всеми разговаривать, но у них есть непосредственно лоббист. И на сегодняшний день модель этого лоббизма в связи с грядущей безработицей, в связи с переносом индустриальной мощи, то, конечно же, это оружие. И человек, который рассказывает, да это паритет, этот же человек будет вам на голубом глазу рассказывать, что с точки зрения налогов нужно, и дальше есть точечно, куда налогоплательщики будут сейчас инвестировать свои деньги. То есть они даже, их никто не спрашивает. Но это Райнметалл и другие. И на этом фоне, вы знаете, командующий бундесфера в Гамбурге, ГИС, в такую фразу произнес, вот считаешь и думаешь, он дал интервью Вельд, считаю, Вельд это огромный издательский дом, они берут интервью у сильных спикеров, у сильных политиков, но это все равно является аппаратом пропаганды. Аксель Шпрингер, то есть это то же самое, что Билд, это все одно и то же. И вы знаете, о чем он сказал? Сказал страшные вещи. Что у него есть внутренние часы, как у солдата. Ну, то есть это его аналитика, внутренние часы, как у солдата, которые говорят, что через пять лет Федеративная Республика Германия должна быть достаточно устойчива в социальном плане для противодействия внешней военной угрозе со стороны России. Другими словами он добавил и сказал, должна быть готова к войне. Да, дорогие друзья, это не первое заявление. Не только министр обороны, боевые генералы, идет определенная накачка. И когда политики, министр финансов, рассказывают о том, что им очень нужны американские ракеты, и это идет в противовес с общественным мнением, то генералы говорят о том и поддерживают это мнение, что нужно быть готовым к войне. Они готовятся к войне с Россией. Соответственно, я думаю, все выводы понятны. С вами был Владимир Сергеенко. Еврозона Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова